еще раз на добрый день коллеги гости я рад то что вы все-таки выбрались сегодня такой действительно теплый день к нам в университет и хочу еще немножко дополнить валентину помимо того что этот год является годом периодической таблицы еще этот год является 121 годом со дня основания нашего университета и вот совсем недавно мы отмечали этот юбилей это было 23 мая и что самое интересное по практически совпал с днем химика с нашим профессиональным праздником ну я надеюсь то что вы тоже будете химиками и соответственно с этим праздником я тоже поздравляю ну давайте ближе уже к теме нашей сегодняшней беседы я не знаю насколько у нас получится это сделать виде лекции скорее всего это будет наверное больше такой беседы потому что такое керамика но я больше чем уверен что вы все знаете что такое керамика правда ведь у вас наверняка у каждого дома есть сервант в котором стоит заветный сервис на в котором вы раз наверное в год может быть два вы пьете чай когда приходит особо почетные гости это вы знаете что что это керамика но еще наверно узнаете то что керамика это кирпичи на и еще наверное вы знаете то что утро начинается не с кофе а именно с знакомством с приветствием с одним из керамических изделий ну вот что-нибудь еще вы знаете про керамику кто еще из керамикой ну как любое для физическое тело да она действительно расширяется при нагревании ну на самом деле керамика настолько обыденно уже для нас с вами настолько плотно вошла в нашу жизнь то что мы уже не замечаем на самом деле что она нас окружает со всех сторон а на самом деле керамика это тот уникальный материал который человек наверное первым вообще материалом создал для своего использования ну все мы помним на учебник по истории товарищ какой-то пятикантра подкопал кусок глины да вдруг оставил его костра обжег получился первый там горшочек в который он попытался сложить водичку но это было при первое применение керамики но сегодня керамика у нас с вами практически везде я вам сегодня хочу на самом деле рассказать о тех областях исследования которые наиболее перспективны сейчас для керамических материалов и эти области удивительно перекликаются с тем с теми отраслями науки и с теми отраслями промышленности которые должны вывести в принципе человечество на новый виток технологической революции тема технологической эволюции но самого начала да у нас сейчас основными такими скажем так фундаментальными областями исследования являются это авиация космонавтика ракетостроение ну и оборонная техника это тенденция не только свойственно нашей стране но и свойственно она принципе наиболее развитым странам до странам с технологическим типом революции с технологическим типом эволюции и соответственно именно эти области определяют и направление научных исследований и собственно то как развивается материаловическая наука в этих странах но мы тут с вами не отстаем на вот если посмотрите на картиночку вот один из наших последних разработок это самолет мс-21 российских который в принципе чуть менее чем полностью состоит из композиционных материалов ну и самое интересное то что керамических материалов в структуре в составе такого самолета порядка 15 процентов все остальное это композиционные материалы только пять процентов чистых металлов и сплавов ну то есть понимаете да что это надо революция идет уже вперед и как бы мы уже ищем какие-то другие материалы которые заменят нам традиционные ну ракетостроение в принципе невозможно без керамических материалов я чуть попозже вам расскажу почему такая тенденция происходит не только у нас стране ну и во всех странах которые занимаются ракетостроением сейчас это и китай и они в первый момент времени пытались сделать их чисто на металле как гражданские применения так и боевого эти ракеты но в конце концов они пошли по тому же пути по которому идут наши исследователи и ушли в область композиционных и керамических материалов ну оборонная техника понятно тут чуть чуть попозже я вам тоже расскажу почему именно так ну и соответственно самолета и авиастроение до полностью практически зависит от современных керамических материалов дело все в том то что керамика это уникальный материал в том плане то что он может работать при абсолютно экстремальных условиях эксплуатации вот если посмотреть на зелененькая шкала это температуры порядка тысячи градусов красненькая шкала да то есть внизу если отсюда видите у нас тут где-то наверняка есть лазерчик да вот красненькая зелененькая точнее это порядка 1000 градусов температуры а красненькая это порядка трех тысяч градусов цельсия металла при такой температуре уже теряет свои конструкционные свойства до порядка даже самой тугоплавки там гафни тантал и так далее полимеры при такой температуре не существует в принципе они разлагаются на составляющие их элементы да это или газа или пары воды ну или он действительно там абсолютно co2 и ждал других пока альтернатив у нас вами нету зато керамика нам может прийти на пользу и как видите здесь существует два основных типом керамических материалов которые в настоящее время позволяют решать эти вопросы ну первый класс это неоксидная керамика это различного строения нитриды карбиды бариды ну и традиционная более оксидная керамика это кварцевая керамика алюмооксидная керамика бериллиевая керамика ну и высокотуголоплавкие оксиды это типа гафния тантала циркония и так далее других альтернатив пока у нас с вами нету и может быть их не будет никогда и нам придется работать именно с этими материалами или разрабатывать абсолютно новые какие-то ну и давайте уже поближе к областям применения таких материалов радиопрозрачная керамика в принципе ни одна современная ракета которая существует в качестве оружия там сдерживания нападения обороны чего угодно да не существует без керамики все дело в том то что любая ракета которая видит какую-то свою цель в жизни да она по стремится попасть в эту цель она должна обладать пониманием туда куда она летит поэтому как правило головная часть ракеты представляет собой органы зрения чувств у этой самой ракеты какие у нас с вами и способы понимания того что происходит вокруг нас с вами только электромагнитный спектр на мы с вами используем видимый свет ракет используют либо радио навигацию да либо какие-то инфракрасные линии спектра ну большинстве случаев это именно радио навигация для того чтобы сделать керамины точнее ракету зрячей нам надо защитить это оборудование потому что ракета может стоять например там при температуре минус 40 градусов через две минуты она стартует происходит нагревание около обтекателя и обтекатель может разрушиться если он представлен из какого-то материала который плохо выдерживает перепады температур ну вот здесь нам с вами на помощь приходит именно различные керамические материалы в том числе керамика которая является довольно таки традиционным там стеклокерамика и так далее но у нас с вами последнее время очень сильно растут требования к этим самым ракетам все сделано для того чтобы ракета успешно преодолевала там пву противника противоракетную систему противника и так далее но при этом она должна быть более скоростной более маневренной более классный да по отношению к ракетам которые хотят ее перехватить ну и соответственно от этого растут требования к материалам которые используются для обтекателей этих ракет но традиционным сейчас используется эта кварцевая керамика алюмомооксидная керамика но у всех элементов которые здесь используются есть свои плюсы есть свои минусы ну например на кварцевая керамика прекрасно выдерживает термоудар она хорошо себя ведет при различных частотах воздействия электромагнитного излучения но при этом не позволяет ракете развивать очень высокие скорости потому что при температуре порядка 1700 градусов она становится вязкой то есть обтекатель просто разрушается алюмоксидная керамика прекрасно наоборот с точки зрения эксплуатационных температур она позволяет работать при 2000 градусах она хорошо себя ведет при отрицательных температурах ей прекрасно чувствуется в различных агрессивных средах но при этом она обладает низкой термостойкостью то есть запустить такую ракету например там северного полюса можно но очень сложно и не факт что она действительно там куда-то долетит и этот обтекатель не разрушится ну вот эти материалы были придуманы еще в прошлом веке они прекрасно использовались но современные требования к ракетному вооружению уже перешли на другие совершенно материалы и соответственно появилась но и новый абсолютно материал который ранее никогда не использовался для таких задач но тем не менее прекрасным служит сейчас именно к таким целям вы наверняка все слышали на но уже про ракета калибр который прекрасно разрабатывает наша страна и использует их в качестве такого неплохого аргумента в сирийской арабской республике но вот такие реакционные нитрит кремния это тот материал который позволил вообще и такими ракетам летать но опять же если посмотрите данный слайд я не случайно вынес те же самые эксплуатационные характеристики которые присущи этому материалу опять же мы не все характеристики можем удовлетворить этим материалом все конечно здорово но у нас есть пара ограничений посмотрите на перечень компаний на которые сейчас разрабатывают похожие схожие материалы это те компании которые заключают гособоронконтракты на разработку новых абсолютно материалов с пентагоном с европейским альянсом обороны техники нас с оон с большим количеством организаций которые занимаются разработкой перспективных вооружений и я надеюсь то что ваша задача как исследователей будет разработать материал который полностью удовлетворяет требованиям которые мы сейчас предъявляем к именно этим современным областям ракетостроения и конкретным моделям ракет поэтому эта задача еще не на сегодняшний день не решена и я надеюсь то что вы сможете ее сделать едем дальше оптически прозрачная керамика но это мой любимый материал это моя любимая тема оптически прозрачная керамика делал все в том то что долгое время считалось то что керамику сделать оптической прозрачное невозможно просто потому что всегда в составе поликристаллического материала есть газовые включения есть поры которые которые мешают прохождению света через материал, и не удалив эти поры, невозможно получить оптически прозрачную керамику. Первые работы по получению таких материалов появились еще в далеком 1976 году и были вызваны необходимостью заменить синтетические монокристаллы, которые использовались в лазерной технике в качестве замены именно природным монокристаллом и синтетическим монокристаллом, чтобы как можно больше снизить себестоимость вообще любой лазерной техники. Но могу вам сразу сказать, что эта задача была успешно решена, как и у нас в стране, так и в Японии, и в Соединенных Штатах Америки. Мы все разработали различные составы, различные материалы керамические, которые обладают высокими оптическими свойствами, высокими лазерными свойствами. Ну и в принципе продуктом этой эволюции мы с вами пользуемся и по сей день. У нас есть с вами теперь маленькие лазеры, которые позволяют нам работать с лазерными указками. У нас есть прекрасные медицинские лазеры, фемтосекундные лазеры. У нас есть много-много интересных лазеров, которые определяют дальность, работают в маленьких текстолитах. Мы все с вами пользуемся лазерными уровнями. Это все продукт как раз-таки развития оптически прозрачной керамики. Но что самое интересное, по ходу создания таких прозрачных керамических материалов оказалось то, что прозрачная керамика обладает еще и рядом свойств уникальных, которые в принципе свойственны только таким материалам. Они сочетают в себе высокую прочность, при этом еще и высокую температуру плавления. Они обладают высокой твердостью, поскольку являются поликристаллическими материалами монофазными, но при этом еще и прекрасно себя ведут в качестве носителей ионов-активаторов и в принципе позволяют вводить в их структуру различные допирующие добавки, которые позволяют повысить эксплуатационные свойства данного материала. Ну вот из большой области оптически прозрачных материалов, которые были разработаны, наиболее вот сейчас интерес ученых привлекают два материала. Это алюмомагниевая шпинель и уксинитрит алюминия. Расскажу почему. Задача с лазерной техникой была решена уже, ну как я говорил, довольно-таки давно и в принципе уже считается пройденным этапом. А вот задача получения высокопрочных, но при этом оптически прозрачных материалов, она осталась, она никуда не делась. Частично ее заменили поликарбонаты, когда мы сейчас с вами там пользуемся очками для защиты зрения, когда там у нас есть различные шлемы, забрала, которые сделаны для того, чтобы защитить наши органы зрения. Но все это низкоскоростных и не очень баллистически энергоемких тел, которые прилетают с большой-большой скоростью. А вот для как раз-таки защиты от высокоскоростных кинетических снарядов, скажем так, мы сейчас используем пакеты из стекол. То есть по факту это бронестекла, которые набраны в большой-большой пакет, между которыми лежит слой полимера, который расплавляется, получается плотная стыковка двух и более стекол между собой. И эти стекла позволяют нам защищать от, ну скажем так, снаряда, который летит к нам. Не всегда эта штука работает. Или работает тогда, когда это стекло очень-очень толстое. Ну вот если посмотрите, вот как раз пакет бронестекла, который защищает от пули 86D2. Это пули из винтовки СВД. И рядышком с ней стоит блок из оксинитрида алюминия. Посмотрите на их размеры по толщине. Ну вот бронестекло представляет собой блок шириной, ну, сантиметров, так, наверное, Е7-8. А сравнивая с ним по характеристикам оксинитрида алюминия, представляет собой блок размером всего 4 сантиметра. Ну, представляете, какой выигрыш по габаритам, по массе, да, у любого там защищаемого объекта, если мы будем в два раза меньше делать бронестекла. Самое интересное то, что бронестекла, которые используются сейчас, да, триплексы там и так далее, они не всегда позволяют защитить от внутренних осколков, которые возникают при разрушении внутреннего слоя стекла, защищаемых, скажем так, людей, да. И вот тут есть проблема, которую тоже пытаются решать с помощью создания вот таких оксинитридных систем с различными добавками, с различными армирующими компонентами, чтобы как можно меньше осколков пролетало в защищаемую зону. Ну, вот если опять же посмотреть, да, сейчас уже в полной мере практически внедрены такие прозрачные керамические материалы в системе оптического контроля, в различных авиационных аппаратах, в различных головках самонаведения. И уже происходит, ну, наверное, последние года полтора-два испытания вот таких прозрачных керамических материалов в качестве забрал для наших тактических шлемов, чтобы защитить органы зрения уже от действительно попадания, там, снайперской пули и так далее, чтобы защитить человека. Ну, я надеюсь, то, что в скором времени у нас уже практически полностью будет готова технология по получению таких высокопрочных прозрачных материалов, но при этом все равно для вас, как исследователей, останется задача сделать их еще более прозрачными. И все дело в том, что пока мы не можем достичь прозрачности вот таких материалов выше, чем 80%. Стекло почему выигрывает сейчас? Это потому, что их прозрачность может достигать 88-90%. Монокристаллы могут достигать прозрачности 85-83%. Керамика пока этого не может. Ну, я надеюсь, то, что вы, как исследователи, как будущие химики, как будущие материаловеды, решите эту задачу и, в конце концов, мы сможем создать материал с высокими, прям, классными оптическими характеристиками. Ну, еще одна моя любимая тема – это керамика для газотрубинных двигателей. Я не случайно вам с самого начала показал картинку с температурами, да, то есть при каких температурах мы сейчас работаем. И сейчас я пойму, расскажу, почему вы должны связать эту картинку с газотрубинными двигателями. Дело в том, что газотрубинные двигатели, да, работают по принципу сжигания большого количества топлива в форкамерах или в камерах сгорания. И создание выхлопной струи, да, которая преобразуется в реактивную струю и толкает у нас, естественно, все это дело вперед. Чем выше температура в камере сгорания, тем выше полнота сгорания топлива. Чем выше полнота сгорания топлива, тем выше энергоотдача от топлива. Чем выше энергоотдача от топлива, тем более эффективно это топливо используется. Ну, то есть, то бишь, тем более экономично работает двигатель. Опять же, современные двигатели, которые сейчас уже используются в авиастроении, они практически полностью подошли к пределу насыщения металлов и к пределу температурной прочности металлов, которые используются в их составе. Различные никелевые сплавы, хромовые сплавы, интерметалиды и так далее, которые сейчас используются, они уже больше не смогут выжать из себя температурной стойкости. И задача замены элементов двигателя на керамические, она стоит довольно-таки остро и довольно-таки давно, при этом ее пытаются тщательно решить. И вот, наверное, только последние лет 15-20 к этой задаче подошли наиболее плотно, были созданы и материалы, которые позволяют создать двигатели новых поколений, и были созданы инструментальные способы, были созданы и технологические способы получения таких материалов. Но вот если посмотреть, да, современный двигатель, который был разработан лет 10 тому назад, но активно используется и у нас сейчас проходит испытание, это двигатель ПД-14. Вот если посмотрите, то в нем уже довольно-таки большое количество композиционных керамических материалов и керамических материалов. То есть рабочие лопатки, они сейчас покрываются керамическим материалом. Элементы камеры сгорания, если они не сделаны целиком и полностью из керамики, то они, опять же-таки, имеют керамическое напыление, керамическое покрытие. Они созданы из композиционных керамических материалов. Надроторные вставки – это полностью композиционный керамический материал. Сопловые насадки, сопловые лопатки и так далее. То есть то, что сопряжено с областями высоких температур, практически все сейчас заменяется с чистого металла, да, с металлов и сплавов, на композиционные керамические материалы. Ну вот если посмотреть, да, одна из самых передовых компаний, которая занимается разработкой газотурбинных двигателей, это General Electric, в 1990 году заложила лабораторию фундаментальных исследований по созданию композиционных керамических материалов. То есть тогда они начали проводить только фундаментальные исследования, более ничего. Но при этом уже в 2015-16 году они создали двигатель, который прошел сертификацию и сейчас используется в авиастроении и активно эксплуатируется, например, на Boeing 737 Max, Boeing 737 C2 и так далее. Двигатель содержит в себе уже порядка 30% композиционных керамических материалов. То есть 30% металла, который был в нем использован, заменены на композиционные материалы. Ну и к 2020 году компания General Electric планирует выпустить принципиально новый вообще двигатель газотурбинный, который будет состоять более чем на 50% конструкции, да, элементы конструкции, которые на 50% и более будут состоять из композиционных керамических материалов. К чему это приведет? Это приведет к тому, что эти двигатели будут намного более экономичными. И там, где раньше использовались 4 двигателя, 3 двигателя, вполне можно будет обойтись двумя. Ну вот наша страна пытается не отстать в этом, так сказать, соревновании. И сейчас разработан двигатель ПД-14, который проходит испытания и будет уже использоваться в том числе в самолетах МС-21. И двигатель ПД-35, да, это перспективный двигатель, который будет использован уже в таких тяжелых транспортниках. Это типа Ил-76МД, который будет перевыпущен по новой. Ну вот мы пока находимся на уровне 25-30% замены сплавов и металлов в двигателях на другие композиционные материалы. Я надеюсь, что где-то, наверное, к годам, к 2030-м, мы выйдем на уровень того, что сможем конкурировать с двигателями General Electric и использовать уже порядка 50, а то и более элементов двигателя, созданных из конструкционных керамических материалов. Ну и таким бонусом, да, который был разработан компанией General Electric, если вот обратить внимание, вот здесь вот такая маленькая фотография, ну, как в свое время сказал Армстронг, да, сходя на поверхность Луны, маленький шаг для человека, да, большой шаг для человечества. Вот если посмотреть на эту фотографию, вы увидите то, что там кусочек материала, в который вбит гвоздь. Я не знаю, хорошо вам видно, нет? Ну, вот поверьте мне, это маленький пятачок материала, там, ну, я не знаю, квадратов 10 всего. В него вбит гвоздь. Казалось бы, ничего необычного, но этот материал, в который вбит гвоздь, это керамика. Это конструкционный керамический материал. То есть они смогли добиться такого уровня свойств упруговязких у композиционного материала, когда его можно обрабатывать, его можно, да, изгибать, ему можно придавать практически любую форму. То, чего, ну, считалось, в принципе, невозможным. Ну, дома попробуйте, да, в осколок какой-нибудь чашки вбить гвоздь. Да, получится? Ну, мне кажется, нет. Все просто потому, что вязкость у этого материала очень высокая. Но, тем не менее, такие материалы уже существуют. И более того, они сейчас находят очень такое интересное применение в различных областях. Например, там, в медицине, в том месте, где надо использовать импланты, которые были бы практически полностью биоинертны к организму. Поэтому вот такой приятный бонус. Ну, едем дальше, да. Просто посмотрите на уровень финансирования. 200 миллионов на строительство двух заводов, которые General Electric субсидировала на европейские, две европейские страны, которые будут производить эти двигатели. Наша страна пока инвестировала 12 миллионов рублей. Я надеюсь, что к тому моменту, когда вы займетесь этой задачей, мы инвестируем побольше денег. И завод, который будет производить двигатели у нас, будет тоже прекрасно оснащен и производить классную продукцию. Ну, едем дальше. Дальше сверхвысокотемпературная керамика. Это отдельный вообще абсолютно класс материалов. И не очень понятно, чем он пока занимается. Ну, вот давайте начнем с того, что, в принципе, до недавнего времени никто не знал, что такое сверхвысокотемпературная керамика. Вот посмотрите на количество публикаций, которые было сделано в 2000 году по тематике сверхвысокотемпературников. 50 штук. Ну, самый там большой. 50 штук. После этого начался взрывной рост публикаций по именно сверхвысокотемпературным материалам. Ну, если посмотрите на 2014 год, увидите, что после него количество публикаций стало меньше. Дело все в том, что люди не перестали интересоваться тем, что такое сверхвысокотемпературная керамика. Просто эти публикации ушли в закрытые журналы. И сейчас тематика, связанная со сверхвысокотемпературными керамическими материалами, является полностью закрытой. И практически в открытую печать не попадает ничего. Все дело в том, что такие материалы используются для передовых гиперзвуковых летательных аппаратов. В нашей стране, слава богу, школа по строению гиперзвука, она, в принципе, является, наверное, одной из самых, не то что давних, одной из самых уникальных, одной из самых насыщенных кадрами, одной из самых наукоемких. И наша страна с вами наиболее подкована в области создания гиперзвуковых летательных аппаратов. Ну, вы все наверняка, да? Помните про парад 9 мая, когда был представлен новый ракетный комплекс «Кинжал». Помните, наверное, про «Циркон», помните, наверное, про все остальные ракетные системы, которые были представлены совсем-совсем недавно. И вот создание таких вот комплексов стало возможным только благодаря тому, что наша страна обладает технологиями получения сверхвысокотемпературной керамики. Дело все в том, что чем выше скорость, с которой перемещается объект в газовой среде, тем выше аэродинамические нагрузки, тем выше температурные нагрузки, которые возникают на тех кромках, по которым рассекается воздушный поток. Ну, у самолетов это, как правило, кромки крыльев, у гиперзвуковых летательных аппаратов это, как правило, кромки воздухозаборника, кромки стабилизаторов, ну и, в общем, все такие, скажем так, аэродинамические поверхности с низким лобовым сопротивлением. Ну, а в случае с космической техникой это теплозащитные экраны, которые должны защитить спускаемый аппарат при вхождении в плотные слои атмосферы и защитить людей, которые находятся в этом спускаемом аппарате. Ну, опять же, да, мы наш не можем показать, зато мы можем показать кусочек экспериментального корабля, который разабатывается Национальным аэрокосмическим агентством Соединенных Штатов Америки. Один из таких, наверное, не идущих никуда, ни в серию, ни в разработку проектов, но, тем не менее, очень красивая картинка, которая показывает примерно то, как сейчас строится компоновка крыльев у таких спускаемых аппаратов или гиперзвуковых летательных аппаратов. Ну, вот если посмотрите, металл здесь совсем-совсем-совсем чуть-чуть, его совсем-совсем мало, и металл используется только как оснастка для того, чтобы разместить на нем панели, созданные из керамики, из композита, из сверхвысокотемпературной керамики, из композитной керамики и из различных других материалов, которые защищают его от высокотемпературного нагрева. Ну, и вот, собственно, керамическая кромка сверхвысокотемпературного материала, которая защищает как раз-таки от разрушения аэродинамической плоскости крыла и позволяет такому аппарату развивать довольно-таки высокую скорость. Самым, опять-таки, интересным бонусом при создании таких сверхвысокотемпературных материалов получилось то, что мы научились делать их практически различные формы. И вторым бонусом оказалось то, что сверхвысокотемпературная керамика по своим свойствам с одной стороны это керамика, а с другой стороны она ведет себя практически как металл, но и металл, который не совсем-совсем металл. Например, такую керамику сверхвысокотемпературную можно обрабатывать на металлорежущих станках. Такого никогда раньше в жизни не было, но теперь мы умеем делать болты, например, из керамики, гайки из керамики и соединять элементы конструкции не путем наклеивания за счет адгезионных сил, а путем довольно-таки традиционным болтовым соединениям. И что самое интересное, таким материалом можно варить. Керамику в принципе никогда раньше нельзя было варить, но просто потому что нечем там было вариться. Она не плавилась, точнее она плавилась, но вязкость была довольно-таки высокая и шов не получался. И в принципе такая керамика была непроводящей. Сверхвысокотемпературная керамика при определенных условиях является проводником. Раз, и вязкость у этого материала совсем-совсем другая. Она позволяет получать прочный сварной шов. То есть мы можем крепить эти элементы конструкции не только теперь на болтовые соединения, на клепочные соединения, на клеевые соединения, но еще и сваривать их между собой, чем значительно более упрочняем элементы конструкции крыльев. Ну, едем дальше, наверное, уже так перейдем к заключению. То, что еще вам, как исследователям, предстоит разработать и предстоит с этим, наверное, очень плотно работать, это то, что у нас только-только зарождается, то, что уже пришло к нам из полимеров. Но, тем не менее, для нас сейчас является, наверное, одной из таких первостепенных задач. Это аддитивные технологии при получении керамики. В принципе, аддитивные технологии зародились, скажем так, просто от жадности. Когда у вас есть болванка, например, какого-нибудь алюминия, из которого надо сделать маленькую-маленькую шестереночку, очень грустно, когда 90% этой алюминиевой болванки уходит в стружку. Инженеры люди талантливые, самое главное, ленивые. Им всегда было неинтересно подметать полы из-за станками, и еще перерабатывать эту стружку повторно. Они задумывались над тем, как сделать производство той же самой шестеренки наиболее безотходным. И появились различные способы, именно аддитивные, создания материалов, которые представляют собой сложные формы, которые представляют собой плоскости различные, не только вращения, но и другие, и втектоиды, и так далее. Без дополнительной механической обработки. Сначала это дело классно отработалось на полимерах. Мы с вами прекрасно знаем, что такое 3D-принтеры. Уже этим никого не удивишь. На всякой какой-нибудь выставке можно найти 2-3 стенда, где вам напечатают брелок, любимую игрушку, что угодно из полимера. Но появляются такие станки для получения металлов. Различных, точнее, изделий из металлов сложной конструкции. И вот совсем-совсем, наверное, недавно, где-то последние 5-7 лет, начали появляться работы по получению такими способами, способами аддитивных керамических материалов. Ну вот одна из таких вот работ, например, она представлена здесь. Это кусочек теплозащитного экрана спускаемого аппарата, который создан с помощью аддитивной технологии. То есть путем послойного нанесения материала и последующего его спекания. То есть то, что раньше требовало больших затрат материала, то, что требовало значительной технологической оснастки, долгих инженерных расчетов, сейчас это можно сделать с помощью 3D-принтеров и существенно упростить себе жизнь, процесс и, в принципе, вообще получать, опять-таки, материалы с просто-таки, ну, если не уникальными, то феноменальными свойствами. Дело в том, что с помощью аддитивных технологий можно получать, например, керамику, которой самой керамики в изделии будет 2%. 98% будет воздуха. При этом такой материал будет конструкционно прочным, он будет выдерживать, ну, в разумных пределах нагрузки и полностью себя прекрасно чувствовать при эксплуатации его, например, при высоких температурах. Ну, а поскольку 98% в нем воздуха, он прекрасен по теплозащитным своим свойствам, а потом мы можем заменить воздух на какой-то другой любый газ, да, тот же самый аргон, и вообще, в принципе, повысить его эффективность как теплоизолятора до, там, мифических 98%. Ну, и в заключении, да, все, что я вам сегодня рассказал, я надеюсь, это будут ваши задачи для исследования, да, и я надеюсь, что вы каждый для себя найдете наиболее интересную область, которая вам понравится. Ну, вот я в свое время нашел даже две области. Моя любимая задача, да, это было создание оптически прозрачной керамики, ну, это, скажем так, было для души, а для работы мы очень плохо дружили с, ну, и сейчас дружим, с обнинским научно-техническим предприятием, технологией, с которым мы создавали как раз-таки сверху высокотемпературную керамику, которая сейчас, мы надеемся, будет работать в экстремальных условиях. Ну, и спасибо за внимание, я надеюсь, вам было интересно.